Здравствуйте еще раз. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, желание послушать этот вебинар, пообщаться. Но я не знаю, кто вы профессионально, поэтому я представлюсь. Я преподаватель, преподаю в университете. У меня есть магистратура, там я преподаю курс по методике и методологии презентации научной деятельности. И на бакалавриате тоже курс по НИРУ, по организации научной работы студентов. Собственно, исходя из этого, появилась такая идея рассказать немножко про когнитивные технологии в учебном процессе. Вот я думаю, что может даже те, кто работает в школе или еще где-то, все равно здесь есть такие общие моменты, которые можно использовать для школы, что они будут не слишком, эти технологии будут не слишком сложные. Надеюсь на это. И что их можно использовать в учебном процессе. Итак, давайте поговорим, о чем идет речь. Первое, что мы должны сказать, что такое мышление. Значит, мышление это высшая степень человечества познания, процесс познания окружающего реального мира, основу которого составляет образование и непрерывное пополнение запаса понятий. Представление, которое включает в себя вывод новых суждений. Или новое суждение это всегда умозаключение. То есть человек, на самом деле, человек, став взрослым, человек всегда начинает мыслить понятийно. И если у человека не развивается понятийное мышление, то он, соответственно, не получает того объема, не становится полноценным человеком общества, не получает того объема знаний, которое должен получать. И мышление любого взрослого человека происходит в понятийной форме. Собственно, поэтому нам нужен курс когнитивных технологий. Дальше. Следующий основополагающий момент – это логика. То есть логика, как мы знаем, это наука о формах мышления. То есть это наука о том, как правильно выводить одни понятия из других, как правильно выводить одни суждения из других, как правильно выводить умозаключения одни из других. Но логика принципиально не ориентируется на истинность высказываний. Она следит только за формой высказываний. Ну, я, например, для того, чтобы был этот пример понятен, вот есть такое бытовое, да, зарасхожая такая фраза, да, все мужики сволочи, женщины иногда говорят. Вот, по форме это абсолютно правильное высказывание, это общее утвердительное высказывание, вот, а по сути истинность этого высказывания, она вызывает большие сомнения. Примерно так же и в логике, то есть логика изучает правильные законы мышления, вот, но не говорит об их истинности. И именно поэтому на высшей стадии мышления, понятийное мышление, оно обладает свойством делать правильное умозаключение, правильные выводы. Собственно, мы для этого его и, для этого оно и было выделено. Теперь, причем то, что такое когнитивные технологии? Когнитивные технологии или когнитивные способности, это новое название, вот, то же самое, что познавательные способности, то же самое, что когнитивная психология, оно стало бурно развиваться в 20 веке. Я так понимаю, что прежде всего развитию мы обязаны вступлением в информационную, в компьютерную эру, когда Клод Шеннон, нет, извиняюсь, Алан Кьюринг поставил этот вопрос, опубликовал статью, которая называлась «Может ли машина мыслить?» И вот, когда компьютерные технологии, информационные технологии развелись настолько, что стали претендовать на то, чтобы заменять какие-то процессы мышления, то тогда, собственно, появилось понятие когнитивных технологий для того, чтобы понять, как человек воспринимает и перерабатывает получаемую информацию, какие соблоны, какие когнитивные схемы он использует, как у него протекает этот процесс. Из внедрения информационных технологий появились новые специальности, например, инженер-когнитолог, которые были связаны с тем, чтобы, общаясь с каким-то заказчиком, необходимо было из него вытащить то, каким образом он эту информацию, вот он общается с человеком, когнитолог, и он должен понять, как этот человек мыслит, как у него обрабатывается информация, вот как у него идут эти процессы, из него вот эту информацию вытащить. Вот появились такие новые специальности, например, как инженер-когнитолог. И, собственно, вот с тех пор когнитивные технологии, они получили такое большое развитие. То есть они ставят, еще раз повторяю, они ставят задачу разгадать, как человек воспринимает, перерабатывает получаемую информацию, какие шаблоны для этого он использует. Основа для того, чтобы вообще говорить о когнитивных технологиях, все равно конечным результатом любой когнитивной технологии является понятийная система. То есть человек мыслит в понятиях. Это уже давно доказано в логике, не только в логике, в психологии доказано, что понятийное мышление – это вид мышления, где используются понятия, логические конструкции. И для формирования понятийного мышления необходимо знать логику, необходимо ее использовать. И к самому термину понятийного мышления, к этим идеям люди пришли далеко не сразу. Они делали, есть даже установлен рубеж в возрастной психологии, где-то в 12 лет. Это эксперименты французского психолога Пиаже. Они много раз повторялись. Но я приведу пример. Вот мне рассказывала недавно моя знакомая. У нее ребенок купит деньги. Она его научила, он там насобирал какую-то кучку монеток. И она ему говорит, давай я тебе поменяю, вот у меня есть бумажка 10 рублей, а я тебе поменяю вот эту кучку денег, у тебя будет одна бумажка 10 рублей, а ты мне эти отдашь. Он говорит, нет, у меня больше. То есть он воспринимает то, что у него кучка денег больше, он так и воспринимает. То есть у него нет еще понятия, не сформировалось понятие числе, абстрактного понятия числе, а абстрактного понятия, с помощью которого он может сравнивать. Сравнивать две вот этих вот стоимости, тоже абстрактное понятие стоимость, которое выражается числом. И вот это вот понятийное мышление начинает формируется с определенного этапа. Оно в полной мере может овладеть только взрослый человек, оно у взрослого человека формируется. И понятийное мышление, оно... И когда мы говорим про когнитивные технологии, когда мы говорим про результаты анализа, анализа тех процессов, которые проходят у человека, анализа процессов получения, переработки информации, они выражаются тоже в понятиях. Они тоже выражаются в понятиях. И поэтому, соответственно, важно, чтобы они выражались в логической форме, чтобы вот эти правила вывода, этих понятий, они подчинялись законам логики и имели правильную структуру. Вот. Поэтому, собственно, понятийное мышление – это мышление, которое основано на вот этом вот, на этих абстрактных терминах, которые называются понятиями. Следующее. Следующее о том, что очень много говорят еще о развитии критического мышления. О развитии критического мышления. Множество определений существует того, что такое критическое мышление. Существует множество способов это критическое мышление вырабатывать. Но, грубо говоря, если так сводить картину упрощенно, то критическое мышление – это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию. То есть, это способность… Когда мы мыслим, то мы эмоционально вовлекаемся в процесс. А критическое мышление требует эмоционального отстранения и умения посмотреть на этот процесс, на свой процесс мышления, как бы со стороны. Вот. Оно требует эмоционально отдалиться от этого процесса мышления, посмотреть на него со стороны. И тогда можно… То есть, это способность человека смотреть за своим собственным процессом мышления. И я для себя вот такую формулу использую, что критическое мышление – это понятийное мышление, плюс способность к рефлексии, то есть способность со стороны посмотреть на свой собственный процесс мышления. Для чего как раз требуется эмоциональное отвлечение от этого процесса. То есть, у нас процесс мышления не должен эмоционально в себя вовлекать. И тогда, когда мы эмоционально не вовлекаемся в этот процесс, мы можем на него посмотреть со стороны. И тогда у человека создается критическое мышление. Но критическое мышление, оно основано на мышлении понятийном. То есть, никакое критическое мышление не будет у нас не будет его, мы не воспитаем его у студента, если мы не воспитаем у него сначала способность, правильную способность понятийному мышлению. Вот. И здесь я хотел бы сказать, что как проверить способность понятийному мышлению. Мы с вами хорошо знаем такие эффекты, как клиповое. Например, хорошо известно про клиповое мышление, про него много говорят, да, что это мышление, которое характеризуется определенным типом переработки информации. Мышление краткосрочное, которое направлено на усваивание каких-то различных видов информации. Аудио, видео и так далее. То есть, когда молодежь сидит, она включает, скажем, телефон, смотрит на телефоне какой-то фильм, и в это время может с вами общаться. Вот. Это современное клиповое мышление. Вот. И оно, в частности, вот эта гипертрофированная способность быстро воспринимать большую информацию, большой объем информации, она имеет свой минус. Минус у нее в том, что человек с клиповым мышлением не способен читать длинные тексты. Он не способен, например, прочитать, скажем, Тургенева, да, где такие развернутое описание природы, которое содержит множество эпитетов, вот, длинные, подробные. Он не способен, ему становится скучно. Ему становится скучно, он не может длительное время следить за мыслью, внимание сбивается, растеивается и так далее. А лучше всего понятийное мышление проверяется на том, как человек способен делать умозаключения логические. Я когда-то даже проводил такой эксперимент со своими студентами. у меня был курс восьмичасовой, то есть, в смысле, восемь часов занятий, мы с ними вели разную дискуссию. То есть, я наметил такой план, в котором студенты вели дискуссию, потом мы подходили к какому-то выводу, делали вывод, потом снова вели дискуссию, потом снова делали вывод и так далее. И вот после этих восьми часов я им дал бумажку и попросил написать ход умозаключений. Вспомнят они ход умозаключений или нет? Вот. Оказалось, что из тридцати человек смог сделать один. Смог сделать один человек, то есть, у него была достаточная способность контролировать ход мышления. Я потом спросил, кем он работает. Оказалось, что он работает аналитиком. Ну, то есть, у него уже способность натренирована на работе. И вот он смог вспомнить ход умозаключений, остальные не смогли. Не смогли вспомнить ход умозаключений, поэтому вот еще раз возвращаясь к правильности форм мышления и к логике, что собственно вот понятийное мышление, логическое мышление, оно все основано на законах логики, на умении делать логические выводы, создавать логические цепочки рассуждений и далеко не и для того, чтобы студент был полноценно у нас готов к научной работе, еще к каким-то видам работы, значит, нам необходимо, чтобы у него формировалось вот это понятийное мышление. И здесь я приведу еще цитату из Оптинского старца Нектария, который говорил «Кончайте думать, начинайте мыслить». То есть когда это относилось к тому, когда часто мы слышим человек или студент почему-то мне пришел на лекцию, ой, а я думал, почему-то не сделал домашнее задание, ой, я думал там чего-то вот, и поэтому в этом смысле как раз вот очень хорошо сказал старец Нектария, «Кончайте думать, окончайте думать, начинайте мыслить, вот, соответственно, не надо каких-то вот этих вот детских таких оправданий о том, что я чего-то думал, что-то у меня не получилось». Ну, это вот мы с вами поговорили такое про вступление, вступление на тему того, что такое когнитивные технологии, какие цели они преследуют, то есть, прежде всего, цель когнитивных технологий это сформировать у студента понятийное мышление, отчетливо понятийное мышление и способность логически делать логические умозаключения по законам логики, то есть, вот, две цели, которые используют, которых необходимо достигать, и для которых используются все вот эти приемы, которые есть в когнитивных технологиях, то есть, это формирование понятийного мышления, то есть, способность мыслить в понятиях и способность делать логические из понятия логические умозаключения правильные в соответствии с законами логики. Вот в чем цель, цель использования когнитивных технологий в учебном процессе, то есть, а без этого, если мы не сформируем на студента навык понятийного мышления, ни о какой научной работе, мы вообще там даже и говорить бессмысленно, мы заставляем студента заниматься какой-то научной деятельностью, вот, мы заставляем студента писать какие-то свои статьи, мы заставляем студента выполнять какие-то научные исследования, но никаких, еще раз повторяю, никаких научных исследований мы не получим До тех пор, пока мы не сформируем у студента навыки понятийного мышления. А навыки понятийного мышления формируются у студента с помощью вот этих когнитивных технологий. Теперь, какие у нас с вами есть в распоряжении когнитивные технологии для того, чтобы у студента формировалось правильное мышление. Ну, прежде всего, это какие-то дисциплины, которые могут встречаться в рамках учебного процесса, вот, на это направленные. Ну, и несколько, некоторые такие дидактические приемы, которые можно использовать вне зависимости, в принципе, любой преподаватель может их использовать в своей дисциплине, вне зависимости от того, какую дисциплину он ведет. Вот. Это вот будет первая часть наших технологий, которая посвящена, носит такой общий, общий такой дидактический характер, и мы можем использовать их вне зависимости от содержания учебного процесса. Значит, прежде всего, здесь несколько есть дидактических приемов по развитию мышления. Первый и один из самых важных приемов, который здесь вот фигурирует, я его частенько вам, я вообще рекомендую его вам использовать, включать в свои занятия, в свои лекции, потому что он не требует больших затрат. Тренинг по снятию страха перед чистым листом бумаги. Потому что далеко не все студенты, не все аспиранты обладают способностью такой сесть и сразу начать формулировать свои мысли. Мы все знаем это хорошо, может быть, по собственному ощущению, что вот когда у нас лежит лист бумаги, мы должны что-то там начать писать. Это во многих случаях вызывает какие-то затруднения. Следующий прием по развитию мышления называется внимательное чтение. Потом письмо по кругу, написание синквейнов, вот и визуализация абстрактных понятий. Это такие общие приемы, которые просто помогают развить понятийное мышление и его сформировать. Значит, что такое тренинг по снятию страха перед чистым листом бумаги? Я уже говорил, что когда мы кладем лист бумаги, надо что-то на нем писать. Это может даже заложено быть в школе. Я встречал, например, у меня был студент в магистратуре, хороший студент, проводил такие достаточно серьезные какие-то... исследования, но для него было просто мука, просто мукой сесть и начать что-нибудь писать. Он ходил, очень долго собирался, ему было очень трудно, он как-то не мог. Вот, и поэтому я стал с этой группой практиковать вот такую, с группами практикую эту систему. Значит, здесь она очень простая, она очень простая, очень незамысловатая. В качестве подготовки вам нужны только чистые листы бумаги. Чистые листы бумаги и проводится он следующим образом. По сигналу преподавателя, я говорю, все, сели, студенты берут чистые листы и я им говорю, чтобы они писали все, что придет в голову. Вот абсолютно все, что приходит в голову. Главное условие писать, не останавливаясь. Не останавливаясь в течение трех-пяти минут. То есть я прямо смотрю за ними, чтобы они не останавливались. И вот этот вот внутренний барьер, который возникает у человека, когда он пытается облечь свои внутренние мысли, внутренний диалог, внутренние идеи в какую-то понятийную форму, в какую-то словесную форму. А вот с помощью такого, в общем-то, нехитрого приема он снимается. То есть студент начинает, это служит тому еще, чтобы студент мог выступать и говорить. Студенты не могут выступать и говорить, в частности, потому что у них есть такой некий внутренний барьер, который им не позволяет, когда они не могут то, что у них есть, те слова, те эмоции, те слова, облечь в какую-то законченную форму. И вот для того, чтобы у них не было вот этого барьера, не было этого ступора, значит, я им командую, чтобы они 3-5 минут писали, а потом следующий важный момент, я им сразу говорю, что когда они закончили, вот время кончилось, там, например, 3 или 5 минут. Я говорю, все, закончили, теперь, не глядя в то, что написали, мы берем этот листок бумаги, сворачиваем, рвем на мелкие куски, я прохожу с корзиной, и, значит, они туда его складывают. Вот, то есть в них это делается, опять же, для того, чтобы такого не было, чтобы они прочитали то, что написано, сказали, ой, какая чушь там, значит, что я написал, вот сто раз об этом пожалеют и так далее. И поэтому, чтобы вот этого не было, обязательно продолжение такое, что, значит, они берут, не глядя, сворачивают листочки и выбрасывают в корзину. И этот тренинг, он полезен в двух отношениях, он не только формирует, вот снимает этот барьер внутренний, когда надо то, что ты думаешь, облечь в какие-то слова, в какую-то завершенную форму, в понятийную. А он еще полезен бывает в том отношении, что позволяет, ну, грубо говоря, очистить голову. То есть они пришли все там загруженные какими-то своими проблемами один, один там есть хочет, второй не спал, третьего там еще что-то вот. И когда они вот так вот сделали, у них как бы этот мусор весь очищается и они могут внимательно, спокойно, уже внимательно там воспринимать какой-то материал. То есть это еще есть такое дополнительное средство, чтобы очистить вот эти, ну, снять вот это вот текущее какое-то суэдное такое состояние. Вот, поэтому это очень полезная штука. Следующее, это письмо по кругу, но это специфический тренинг, это он, он вам пригодится, если вы занимаетесь со студентами и хотите создать из них команду. Если вы занимаетесь каким-то проектом, хотите создать из студентов команду, вот, то существует, как вы знаете, там целое направление командообразования, вот, и там разные приемы и так далее. Спасибо. Вот. И в частности, в частности, опять же, для эффективного создания команды, но здесь вот этот тренинг, письмо по кругу, он делается следующим образом. У каждого студента есть лист бумаги, вот, я им задаю тему всем одну, но тема у них должна быть согласована. И поэтому первый пишет два-три предложения на раскрытие этой темы и передает другому, а другой его должен дополнить. Вот. И отличие вот этого способа, и до тех пор, пока вот этот, они делают это, до тех пор, пока вся группа не поучаствует в написании этого эссе. Ну, то есть, это максимум, там, три-пять человек, больше здесь не надо в этой группе. Но смысл какой? Почему? В чем отличие от обычного, там, этого командообразования, где вы видите миллионы таких? Вот здесь этот тренинг направлен на то, чтобы они поняли, кто как мыслит, чтобы они почувствовали, кто как мыслит, кто как рассуждает, потому что ему надо внигнуть в текст, который написал сосед, и его продолжить. И вот тогда они начинают понимать, как человек, кто как думает в его группе. И таким образом они формируют взаимопонимание, и у них формируется команда. Поэтому это полезно, если вы собираетесь какую-то команду из студентов создавать, то таким образом, вот, очень полезно, чтобы они почувствовали друг друга, но не эмоционально, а почувствовали, как человек думает. Как человек думает, как он излагает такие мысли, причем именно им бывает очень тяжело, потому что если различия в мышлении очень большие, то подстроиться бывает непросто. Следующий очень хороший, кстати, очень хорошая тоже такая штука, это называется внимательное чтение. Внимательное чтение – это такая очень тоже простая, очень простая методика, направленная на формирование понятийного мышления. Называется прием внимательного чтения. Работает на стадии осмысления. То есть вы даете какой-то студенту текст или в аудиторию прочитать, или даете ему домашнее задание прочитать этот текст, но с условием, чтобы он этот текст прочитал внимательно и поставил пометки. Вы знаете, что в старые времена люди читали, когда вот не было компьютеров, не было информационной эры, да, люди читали книги более внимательно и оставляли пометки на полях книги. И даже вот я тут недавно перечитал, мне попался Евгений Онегин, да, там, если вы помните, есть такая сцена, что когда Евгений уезжает из деревни, Татьяна остается в деревне, она проникает к нему в дом и начинает смотреть те пометки, которые он сделал на полях своей книги и таким образом понимает характер Евгения, понимает его натуру. Вот. То есть, и эта практика отчасти, она вот направлена на то, чтобы восстановить, восстановить вот этот вот процесс внимательного чтения, когда человек внимательно, когда человек внимательно читал книгу, делал на полях какие-то пометки, но здесь он в несколько упрощенном варианте. Значит, у нас есть три вида знаков. Знак галочки, которым ученики отмечают информацию, которая известна. Знаком плюс отмечают новую информацию, что встретилось. Знаком вопрос отмечается то, что осталось непонятно и требует дополнительных сведений. То есть, вы даете ему какой-то текст в виде абзаца и он просто напротив каждого абзаца ставит вот эти пометочки, сколько раз у него встретилась известная информация, сколько раз встретились. А вы, кстати, сильно удивитесь по поводу знаков вопроса, потому что оказывается, что те слова, те понятия, к которым мы давно привыкли, и к которым мы считаем, что они сами собой разумеются, подразумеваются, на самом деле далеко не все известны. Это одна из причин того, почему, например, студенты не могут понять текст, потому что они не понимают какие-то базовые для нас вещи, которые мы с вами хорошо понимаем, которые знаем. Может быть, как-то с детства они у нас появились, мы с детства их усвоили, а современному студенту они далеко не всегда понятны. Поэтому это еще с этой точки зрения полезно, что вы ему даете такое задание, он прочитывает, помечает, и тогда у него формируется понятийное мышление, причем вы можете ему оценивать, посмотреть, насколько он внимательно прорабатывал этот текст, насколько внимательно прорабатывал эту информацию, и по количеству тех пометок, которые, по общему количеству тех пометок, которые у него остались. Вот, и можете, например, похвалить, скажем, не похвалить, и по итогам этого занятия надо хвалить-то не тех студентов, которым все понятно, а тех студентов, которые больше всего задали вопросов, тех студентов, которые оставили больше всего пометок. Вот они, значит, проработали более тщательно над этим текстом, над этим вопросом, оставили больше пометок, и вот их надо, и на этом занятии их надо хвалить, их надо там хвалить, говорить, что вот какие молодцы, вы так хорошо проработали и так далее, чтобы как раз вот, а не тех, которые все прочитали и которым все понятно. Это, скорее всего, говорит о том, что студент поверхностно просто не прошел, не задумываясь, и все. Следующий хороший приемчик такой называется написание Синквейна. Синквейн – это такая форма, что-то типа стихотворения, легкая такая, что-то типа стихотворения. Вот, оно состоит из пяти строк и пишется по определенным правилам. Значит, в первой строчке пишется существительная тема Синквейна, или существительная. Тема передается существительным. Вот, во второй строчке пишем два прилагательных, которые раскрывают эту тему, то есть, которые ассоциируются у студента с этой темой. Потом пишется три глагола. Это действия, которые ассоциируются с этой темой. В четвертой строчке размещается какая-то пословица, поговорка, или афоризм, или еще что-то на эту же тему. И пятая строчка – это обобщение. То есть, надо свернуться и обобщить. Обобщить – вот это понятие. То есть, то, что мы написали. Я использую, одно время просто использовал Синквейны, а потом я сейчас делал их специализированным образом использую. Использую, во-первых, когда провожу форсайты. Форсайт – это можно как-нибудь отдельно про нее рассказать. Это технология коммуникации, построения образа будущего. И вообще, вот эту технологию Синквейнов я стараюсь использовать, когда речь идет о каком-то проектировании. О каком-то проектировании, потому что в основе любого проекта лежит образ будущего. И для того, чтобы помочь студентам сформировать вот этот образ будущего, как раз вот эта форма Синквейна, она очень подходит. Но вы можете не ставить таких глобальных задач по формированию образа будущего, а, скажем, использовать просто для развития, опять же, понятийного мышления. И мы посмотрим несколько примеров Синквейнов. Характер. Характер. Значит, вот у нас тема характер. Характер может быть бойкий, крутой, это прилагательное. Характер проявляется, указывает, живет. Свидетельствует о качествах каждого индивидуума и нрав. А вот здесь я не согласен, потому что мы говорили, что в последней строчке должно быть обобщение. То есть должно быть какое-то понятие, которое обобщает сказанное и обобщает понятие характера. И вообще у студентов как раз практика показывает, что у них наблюдаются самые большие затруднения вот с пятой строчкой. Им сложно найти такое понятие, которое будет обобщать то, что у них есть. Другой пример описания характера. Характер описывающий, интересный. Это прилагательное, которое с ним ассоциируется. Характер увлекает, интригует, нравится. Показывает героя с различных сторон и персонаж обобщение. Вот здесь опять же я не совсем соглашусь, что персонаж, слово персонаж, термин персонаж является обобщением слова характера. Вот. И поэтому еще раз, когда говорю, что когда вы будете использовать вот эти вот технику вот этого синквейна, то вы должны как раз обращать внимание на вот это вот последнее. На то, как студент обобщает. Как он обобщает то описание, которое сделано вот здесь. И достоинством синквейна является его форма, краткость. Это краткая форма, она понятна. Но вместе с тем, у них есть вот такие подводные камни, за которыми надо следить, и с помощью которых вы можете формировать у студента вот это вот самое понятийное мышление. Прежде всего, формируя вот эту вот способность к обобщению. То есть ему надо найти, здесь вот ему надо подобрать такой термин, который обобщает термин характер и включает его как составную часть. В данном случае в первом определение ошибка, потому что характер и нрав это синонимы. Это не обобщение, это синонимы. А во втором характер и персонаж. Ну, тут как-то они частично пересекаются, эти понятия. Но персонаж слова не является обобщением понятия характера. И практикуя такую систему, вы можете как раз тренировать у студентов способность к обобщению, формированию понятийного мышления и способности к обобщению. А, ну тут еще пример. Я еще примеров тут написал. Вот есть. Это может быть вообще не... Я говорил, что вы можете просто это использовать как упражнение, может быть даже не особо вдаваясь в какое-то понятийное мышление. Просто оно хорошо, достаточно понятно, хорошо эмоционально наполнено. И может формировать у студента какой-то образ. Вот здесь вот бабье лето, ясное, теплое, наступает, согревает, радует, прекрасная короткая пора, осень. А вот это вот чистокровное обобщение. Чистокровное обобщение, потому что бабье лето – это часть осени. Белокочанная капуста – вкусная, полезная, вырастает, созревает, увядает, богатый кладезь витаминов, овощи. Тоже чистокровное обобщение. Белокочанная капуста – это овощи. Кошка. А, кошка – это вообще классическая тема. Почему-то у меня... Вот на бакалавриате, особенно там, где женская группа, ну, это вообще с этими кошками, это вообще, я не знаю, что там, какая-то эпидемия, что ли. Ни одной презентации, ни одной презентации мне студенты не могут показать, чтобы там котиков не нарисовать. Это у них уже... Вот поэтому вот, соответственно, кошка пушистая, ласковая, мурлыкает, играет, бегает, любимый домашний питомец, животное. То есть тут тоже обобщение. Но тут дело в том, что, понимаете, вот эти синквейны направлены на конкретное понятие. И здесь можно легко сделать обобщение. А вот в первом, где я говорил про характер, характер – это уже понятие абстрактное. Характер – уже понятие абстрактное. И к нему сделать обобщение, для этого надо еще более абстрактное понятие использовать. Вот. И вот эти примеры как раз показывают вот эту разницу в степени обобщения, в том, как используются эти понятия, как с помощью этих методов можно формировать у студентов понятие абстрактное мышление. Следующее более высокого – это вот те такие общегидактические приемы, да, которые не являются… Их можно применять, в принципе, в любых дисциплинах. Вот. А есть специальные методики, которые можно уже применять в дисциплинах, типа научно-исследовательской работы, специализированных дисциплинах, которые направлены на то, чтобы специально, 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 чтобы студент занимался вот такими процессами мыслительными, чтобы он занимался научной работой. И здесь есть методики, которые относятся к понятийному анализу. К понятийному анализу прежде всего, что мы относим. Во-первых, давайте скажем, что в логике есть такая… Я уже говорил, что есть такая наука-логика. И в логике есть понятие. Понятие – это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов, взятые в их единстве. У понятия есть две характеристики. Содержание понятия – это совокупность существенных признаков предмета, которое мыслится в данном понятии. И у них есть объем понятия, то есть это множество предметов, которые мыслятся в этом понятии. Ну, самый простой пример – яблоко. Вот, содержание понятия – это существенные признаки. То, что яблоко круглое там, может быть зеленое, может быть красное, пахнет там и так далее. Вот, а объем понятия – значит, это все яблоки, которые растут, их можно классифицировать по сортам, можно еще каким-то образом классифицировать. И вот мы понимаем примерно, что такое будет объем этого понятия. И важным является следующее, что есть три типа, типовых ошибок при определении понятий. Первая ошибка называется «Ошибка слишком широкого определения». Например, когда мы говорим «Карандаш – это предмет для нанесения изображений». Правильно? Это будет ошибка слишком широкого определения. Потому что можем изображение нанести и ручкой, и мелами, и кистью, и чем угодно. То есть, у нас та часть, которая определяет понятие, вот эта справа часть, она включает слишком много объектов. Слишком много. И, соответственно, называется ошибка широкого определения. А ошибка слишком узкого определения. «Карандаш – это предмет для нанесения изображений, состоящий из тонкого цилиндрического графитового грифеля и деревянного корпуса, обрекающего этот грифель». Вот мы, казалось бы, дали конструктивное определение, но у нас есть автоматические карандаши. Карандаши со стержнем не из графита. И как мы, да, последнее занятие, которое я проводил по определению понятий, оно опять же было с девушками, и они мне сказали, что есть еще косметический карандаш. Вот. И я даже как-то, я даже про это и не думал в жизни. Вот. Но, значит, для них это важно. И я для интереса даже спросил, чем косметический карандаш отличается вот от такого простого. Они сказали, что он позволяет нанести тонкий контур. Вот. И мы, значит, с ними оказалось, между прочим, довольно-таки непростое занятие определить, что такое карандаш. Потому что есть графитовый карандаш, которым изображение наносится, есть косметический карандаш. И, в общем, не очень простое, не очень простое упражнение для того, чтобы определить, точно определить, что такое карандаш. Следующая типовая ошибка это запрет порочного круга. Запрет порочного круга. Ну, он понятен, что мы не должны определять понятие через само себя. Вот. Поэтому я тут не стал делать на этом слайд никаких пояснений. Следующая ошибка следующая проблема или ошибка ясность определяющей части. То есть, когда мы говорим карандаш это и даем определение того, что такое карандаш, здесь должно быть правило ясности определяющей части. Мы не должны использовать сокращений, незнакомых слов. Причем мы должны дать это определение на том языке, который понятен человеку, для которого это определение работает. Поэтому нельзя вот специфических терминов использовать, нельзя использовать слова незнакомые, нельзя использовать слова, которые допускают многозначное толкование и нельзя использовать метафоры и сравнения. метафоры и сравнения, тут избитое сравнение типа дети цвета жизни или там нефть, черное золото, это не определение. Это в лучшем случае это сравнение. Может быть метафоры, может быть сравнение, но это не определение. Не определение в том смысле, в котором требует нам логика и понятийное мышление. вот и теперь возвращаясь к конкретному упражнению, значит очень полезно когда студент пишет курсовую работу или пишет дипломную работу свою ВКР или курсовую работу первое требовать от него тезаурус. То есть все термины, которые у него встречаются в курсовой, чтобы он отдельно выписал, дал определение. Он причем может быть определение в нескольких авторов, потому что разные авторы могут разным образом определять одно и то же понятие и поэтому для того, чтобы студент у вас четко выражал свои мысли, вы должны сказать, он должен у вас сказать, вы должны его научить, чтобы он сказал, что вот есть такие определенные, я буду придерживаться вот такого и тогда все к нему вопросов нет, вот он придерживается такого определения и в этой акциематике, в этой системе он развивает дальше свои мысли. Это первое. Это первое самая ступень, а ступень более сложная понятийного мышления, которое мы вырабатываем у студента, это когда мы требуем провести анализ определений и выявить те ошибки, которые были перечислены. То есть ошибки слишком широкого или узкого определения, соразмерности и так далее. И вот это может выглядеть например вот таким образом. То есть это у меня задание есть в курсе по это уже на нет, в принципе это могут делать и магистры и магистраты и я практикующие на бакалавриате, чтобы они тоже это делали. Вот они в принципе это тоже делают достаточно спокойно у них это не вызывает каких-то отрицательных эмоций. Но я извиняюсь, что здесь немножко предмет специфический этих определений, но в общем поскольку это из группы была определенной направленности связанной с архитектурой соответственно вот они это девушка делала вот она взяла определение городской среды вот это текст определения совокупности тропогенных объектов компонентов природной среды природно-антропогенных и природных объектов. Она говорит, что здесь нарушено правило соразмерности слишком широкое определение у понятия в данной тропотовке отсутствует ограничение относительно городской черты антропогенные объекты могут быть расположены за границами города. То есть совершенно верная по сути дела это совершенно верная мысль она совершенно правильно подметила и совершенно правильно это указала в своем анализе. Вот точно так же берут следующее определение значит которое взято из стандарта и тоже говорит что нарушено по ее мнению здесь два правила правила соразмерности слишком узкое определение правила ясности городские территории то есть она дает свою расшифровку и свое понимание чем такая работа ценна это вот такие задания они очень ценны и очень рекомендую их практиковать не только потому что они позволяют формировать у студента понятийное мышление но они цены еще сами по себе вы же хотите например чтобы ваш студент написал какие-нибудь тезисы вот очень простой способ написать студенту написать тезисы взял все определения свел проанализировал вот после этого вы публикуете это как студенческую работу вот он может доложить это на конференции и в общем-то это будет тогда у него законченная законченная работа законченная статья больше того следующий шаг вот это паникейный анализ вы можете положить скажем ему сказать чтобы он был обязательным параграфом в его ВКР или в курсовой работе который называется паникейный анализ предметной области все он сделал паникейный анализ предметной области выявил все определения выявил все слабые места и после этого начал свои рассуждения замечательно очень сильно повышает качество очень сильно повышает качество курсовых работ и очень сильно снижает количество плагиата то есть когда студент задумался над тем что он делает то он уже начинает писать от себя а не просто переписывать вот такие упражнения на паникейный анализ они очень полезны для формирования паникейного мышления да вот здесь вот еще видите что когда они делают критический анализ это как раз формирование критического мышления это прямо это прямо упражнение которое направлено на формирование критического мышления то есть они смотрят существующее определение в соответствии их каким-то ошибок И таким образом у них формируется критическое мышление. То есть, когда мы спрашиваем, как у студента формировать критическое мышление. Дальше следующий этап этого панитийного анализа. Мы с вами переходим, заставляем студентов отобразить это в виде диаграмм Эйлера. Ну, как вы знаете, диаграммы Эйлера это в логике признанный способ отобразить взаимоотношения между понятиями. То есть, если вот понятие B включается, то есть кругом обозначается объем понятия. И если понятие B включается в понятие A, то вот такая вот соответствует схема. Ну и здесь вот представлены все возможные схемы. Да, вот это вот тождественное понятие. Это пересекающиеся, то есть частично пересекающие. Это совподчинение называется, это противоположность, это противоречие. Можно там отдельно на эту тему посмотреть. Мы сейчас не будем сильно в этот момент углубляться. Но после того, как студент сделал задание на понятийный анализ, мы говорим, бывает не всегда просто. И возникает проблема. Я спрашиваю, а как доказать? Как доказать, что ты правильно вот эти понятия определил? И значит, мы даем студенту задание взять сколько-то, какое-то число понятий и проанализировать их объемы и взаимосвязи с помощью кругов фейлера. Вот я покажу вам примеры. Они делают достаточно сложные схемы. Понимаете? Что меня удивляет, я бы даже так не смог. Скажу вам честно. Но они как-то могут, у них уже это развивается, у них уже получается. Вот смотрите, у них сложная система абстрактных понятий. Городская среда, застроенные территории, открытое общественное пространство, городские пространства, открытое общественное пространство, уникальная застройка, рядовая застройка. И они вот эту всю систему понятий, они умещают в каких-то, дают ей графическую интерпретацию и показывают, как она графически выглядит. Вот здесь вот, значит, малое производство, объекты общественно-деловой инфраструктуры, территория многофункциональной застройки. То есть, видите, здесь вот, я как раз хочу наглядно показать, что здесь уже достаточно абстрактное понятие. Здесь понятие достаточно абстрактное, и студенты уже умеют с ними работать. Они умеют с ними работать, они этого не боятся. Они понимают, как они взаимосвязаны между собой и умеют это все отобразить вот с помощью кругов фейлера. Это тоже задание, которое им дается в курсе, и которое они выполняют. Теперь следующий раздел логики, который называется суждение. Суждение есть форма мысли, в которой что-либо утверждается или отрицается о существовании предметов и явлений, о связях между предметами, свойствами, об их отношениях. Наличие утверждения или отрицания является отличительной способностью, особенностью суждения как формы мысли. Суждения бывают четырех типов. Вот, если не пользоваться такими абстрактными определениями, то суждения бывают четырех видов. Общее утвердительное, все B есть A, вот так показывается. Частно утвердительное, некоторые B есть A. Общее отрицательное, ни одно B не есть A. Частно отрицательное, некоторые B не есть A. Вот, как это использовать? Как это использовать? А использовать это очень просто. После того, как они построили диаграммы, построили взаимосвязи между понятиями, построили диаграммы, надо вывести не меньше 15 простых, и такое задание дается, вывести не меньше 15 простых суждений, отображающих связи между понятиями. Например, вот у нее есть диаграммы, это тоже девушка делала. Открытые городские пространства и центры городской жизни. Это понятие пересекающееся. Пересекающееся понятие, но на их основе она делает вот эти вот, она создает эти утверждения. Поскольку они частично пересекаются, поскольку частично пересекаются, то вот в пересечении вот этой части можно сказать, что некоторые открытые городские пространства являются центрами городской жизни. Вот, соответственно, некоторые центры городской жизни являются открытыми городскими пространствами. Некоторые, вот здесь, в той части, которая не пересекается, некоторые открытые городские пространства не являются центрами городской жизни. И некоторые центры городской жизни не являются открытыми городскими пространствами. То есть мы этим упражнением добиваемся следующего. Мы добиваемся того, чтобы когда они выражают свою мысль, студенты, когда выражают свою мысль, они ее выражали в какой-то одной общепринятой форме. Вот из этих четырех суждений. И тогда у них не происходит в голове путаницы, связанной с тем, что я уже там сколько в свое время проверял всяких рефератов, там и всего. Там обнаружилось такой простой эффект, что когда студент начинает о чем-то рассуждать, у него какой-то начинается неуправляемый поток ассоциаций, который его вообще уносит от темы. Он начинает писать одно, потом его куда-то уносит и чем кончается вообще непонятно. Если мы таким образом даем такое упражнение студенту, мы ему прививаем способность выражать свою мысль простыми суждениями вот этими. И он тогда дисциплинируется и не отвлекается. Он приобретает возможность говорить про один и тот же предмет. Про один и тот же предмет, с разных сторон его описывать, с разных сторон понимать. Вот. И не поддаваться вот этому неуправляемому, хаотичному потоку ассоциаций. Вот. Это тоже очень полезное упражнение, которое хорошо бы туда вам использовать в своей практике. Вот. И последнее задание, которое называется «Анализ статьи». После того, как у него сформировалось понятийное мышление, после того, как он этими навыками овладел, ему надо эти навыки применить. К чему ему можно эти навыки применить? Очень просто прочитать научную статью. Прочитать научную статью, но не просто так, а выбрать те понятия, которые встретились в статье, и их, например, классифицировать. Да? Значит, понятия, какие там бывают, там по классификации конкретные, абстрактные, там, единичные и так далее. Значит, по крайней мере, он разбирает текст, научный текст, подчеркиваю, научный, потому что я это упражнение применяю к статье, да, которая опубликована в научном журнале. И вот в научном журнале он берет статью, он должен в ней выделить весь понятийный аппарат, который используется в статье, и, соответственно, эти понятия классифицировать, выбрать основные типы простых суждений, которыми пользуется автор при аргументации. Значит, выбрать не меньше трех сложных суждений, привести их к канонической форме, и выбрать все личностные, эмоциональные оценки, если они встречаются в статье. То есть он ее разбирает, вот, с этой точки зрения, по косточкам. Разбирает по косточкам, и вот он, у него формируется навык вот этого понятийного мышления. Ну и последняя, самая такая, самая большая, самая высокая ступень, я считаю, это онтологический анализ, онтологический анализ. Значит, несмотря на абстрактность, это сейчас очень модное направление, очень модное направление. Ну, мы и так вкратце по нему пройдемся. Значит, в философии антология – это, ну, это, значит, о том, о бытии. А в информатике, информатике, она, антология, приобрела другой смысл, очень практичный и простой. Антология в информатике – это концептуальная схема, которая описывает все объекты предметной области, все взаимосвязи между ними и все характеристики. Вот, то есть это в информатике антология приобретает очень такой простой практический смысл. И есть стандарты онтологического моделирования, вот, в частности, стандарт EDF-5, стандарт онтологического моделирования сложных систем. Он хорош тем, вот, в него заложен алгоритм или процесс изучения и систематизирования начальных условий, сборы и накапливания данных, анализ данных, начальное развитие антологии, уточнение и утверждение. И чем этот хорош стандарт? Тем, что у него есть две составляющих. Одна составляющая абстрактная, то есть описание какого-то объекта, а вторая часть графическая. Это описание отношений и связи между объектами. Сейчас мы увидим, как это делается. Значит, здесь вот есть графические, графическое описание, графические обоснования. А вот описание взаимосвязи между объектами. Взаимосвязь состоит из, взаимосвязь является типа тип и различные виды изменений. Вот, я, чтобы не было абстрактно так, я перейду вот к конкретному. Вот, в этом стандарте описывается диаграмма классификации. Значит, вот многоугольник, это объект. У него могут быть следующие подвиды. Треугольник, шестиугольник, прямоугольник. Значит, животное, это абстрактный объект. У него могут быть следующие подвиды. Собака, лошадь, корова. То есть, это вот на самом деле, если такие вот абстрактные рассуждения пропустить, то вот благодаря вот этому графическому языку, графической иллюстрации, в общем-то, это становится все понятно. Что есть несколько основных типов отношений между объектами, которые мы выражаем с помощью диаграмм. Вот, диаграмма классификации. Композиционная диаграмма состоит из... То есть, у нас есть пружина и чернила, они вместе составляют стержень у шариковой ручки. Если туда добавить нижнюю трубку, мы получаем нижнюю часть шариковой ручки. Если добавим кнопку, фиксирующую механизм и верхнюю трубку, получаем верхнюю часть шариковой ручки. И в конце они обе собираются вместе, получается шариковая ручка. То есть, эта диаграмма типа состоит из... И она показывает процесс конструирования объекта. Показывает... Если предыдущая диаграмма показывала родовидовые отношения, да, классификацию объекта, то эта диаграмма показывает отношение состоит из... Вот. Ну, еще есть описание в виде правил, когда мы жидкую воду можем превратить в водяной пар с помощью процесса испарения. То есть, достаточно выразительный язык используется. И теперь, какое задание мы даем студенту? Студенту мы даем задание ознакомить студентов с графическим языком стандарта, типами связи между объектами. Потом взять любое сложное определение по предмету лекции и предложить студентам описать его на языке антологии. Вот пример, то, что у меня сделала студентка на втором курсе. Смотрите, как она интересно сделала. Ей дали определение переменное. То есть, определение переменной. Это переменная, это абстрактное понятие в информатике. Переменная, это поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, имя или адрес которой можно использовать для осуществления доступа к данным, находящимся в переменной. То есть, не всякий человек, который занимается информатикой, поймет это определение, поймет это определение, и поймет его смысл. А с помощью этого языка, смотрите, как она его разобрала на части, это определение. Она написала, построила классификационную диаграмму, сказала, что переменная, это есть область памяти. Дальше сказала, что область памяти бывает поименованная, адресуемая другим способом. И дальше записала правила, что переменная используется для доступа к данным. То есть, она вот это сложное, длинное, большое определение разбила на составные части, его проанализировала и записала в виде такого символического языка. И вот после этого я знаю, что у этого студента есть понятийное мышление. Он понимает, что делает. Он умеет анализировать сложные определения, умеет разбивать их на части. И все, так сказать, цель, в общем-то, достигнут. То есть, у него сформировано понятийное мышление. Я тут некоторые образцы покажу. Ну, тут, причем по виду диаграммы у студента еще и видно тип мышления студента, как он строит. Вот эти вот связи графические. Видно тип мышления студента. Здесь вот такой, как бы, студент демонстрирует такое несколько механистическое мышление, то есть склонность к повторению типовых операций. Вот здесь вот студент уже в полной мере владеет абстрактными понятиями. У него разнообразная понятийная сеть, значит, и умение связать абстрактные понятия с конкретными. И вот глобальное мышление. То есть, развитые понятийные системы и глобальное мышление, которое демонстрирует нам вот этот студент. Ну, и, собственно, если выводы говорить, то владение навыками логики и когнитивными технологиями позволяет целенаправленно формировать понятийное, критическое мышление студента, формировать индивидуальную траекторию обучения. И навыки онтологического мышления позволяют студенту формировать свое собственное мировоззрение и быть подготовленным к выполнению самостоятельных научных исследований. Вот такие выводы. То есть, я повторяю еще раз, что мы с вами рассмотрели такую теоретическую часть, что такое понятийное мышление, потом некие такие общие приемы, которые можно использовать независимо от курса, от того, чем будет заниматься студент, и несколько уровней специализированных заданий, которые направлены на то, чтобы у студента формировалось понятийное мышление, чтобы он был подготовленным к таким исследовательским серьезным проектам. Вот, собственно, на этом все. Спасибо. Если какие-то есть вопросы, давайте я отвечу. Что-то там вы все приуныли? Так, пожалуйста. Я не слишком тут сложно наговорил. Ну, надеюсь, что... А, ну, терминолог... Да, вот я, к сожалению, да, тут тоже хочу извиниться, но так получается, что, да, терминологии много, ну, по крайней мере, есть какие-то конкретные материалы, как можно это использовать, и как можно студентам прививать навыки понятийного мышления. Поэтому, надеюсь, в этом смысле, да, надеюсь, что это меня извиняет в какой-то степени. Да, конечно, надо использовать такие... Надо использовать эти методы, вот, потому что сейчас много внимания, много говорят о том, что студент у нас должен заниматься какой-то научной деятельностью, еще чем-то, но без этого фундамента невозможно заниматься. Спасибо. Вот, давайте... Я надеюсь, что мы с вами время это провели не зря, что вы вот эти вот методы, методики эти будете использовать в своих учебных курсах. Если вы их будете использовать, то ваш учебный процесс приобретет новое качество, вот, он будет более результативным, более эффективным, вот, и поэтому, ну, давайте на сегодня на этом попрощаемся. Вам всем спасибо за то, что нашли время, за то, что послушали. До свидания. Было с вами приятно пообщаться по разной стороны экрана. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...